Самарская область, или, например, Нижегородская область, Пермский край, и Мунская республика, или, например, Ульяновская область, Самарская область и Башкирия. То есть, в принципе, каждый путешественник, который приезжает на нашу территорию, может выбрать тот маршрут, который будет более интересен. Значит, что касается... Вот здесь, на этом слайде, можно увидеть в целом концепции этого маршрута, то есть вы увидите, что в центральной части, на среднем углу, точнее, наша цель создать устойчивую сеть маршрутов, которые объединяют наши регионы, которые собраны все самое интересное и самое вкусное, и этот маршрут станет аналогом Золотого кольца, который на сегодняшний день есть в центре европейской части страны, в Москве. Поэтому я призываю тех, кто занимается развитием маршрута, прохладные маршруты, посмотреть на нашу территорию. Действительно, территория очень удобная, прекрасные дороги. Нужно быть не так, пока еще, алексейно разными, квалифицированные места, стоянки для кейдеров, но на каждой регионке есть точки, есть стадии, куда можно приехать. И на месте вы сможете быть обслужены, выросли в воды, заправка, соответственно, подключение, плюс, если вам нужны какие-то дополнительные услуги, все эти услуги в этих точках есть. Сегодня в центре находится представитель Татарстана, Андрей Кахастаев, я думаю, что вы с ним уже познакомились, если нет, что Андрей рекоментированная, скажем, информационная, права представления Татарстана, представления Беликого Борисового Путия на базу, коллеги, спасибо за внимание и готов ответить на вопросы. Спасибо. Спасибо большое, Сергей Евгеньевич. Ну, а мы, я думаю, если вопрос нет, перейдем дальше. И следующий доклад, который посвящен на развитие автотуризма по парашюту «Золотой кольцо России» на премьере Ярослава области. На сцену приглашается Терпин Сергей Васильевич, руководитель рабочей группы по автотуризму, департамент по государственной политике и инфраструктуре и правительство.